Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто же станет победителем, Кристина или Герман. Или, может быть, у нас будет ничья в победе дружба. Об этом обо всем мы скоро-скоро узнаем. Ну что ж, пока лидирует у нас Герман, у него на несколько фишек больше, чем у Кристины, 41, а у Кристиночки 37. Ну, я предлагаю приступить к нашему первому испытанию. Вы согласны? Да! Тогда начинаем. Тема нашего разговора, как и в предыдущие несколько дней, это медицинские правила безопасного поведения для детей. И наш первый конкурс будет связан именно с медициной и докторами. Сейчас я вам дам по 6 карточек, ребята. Держите. Буду загадывать загадки. Вы отгадывать будете. Отгадка находится вот здесь, на одной из карточек. Но карточек у вас 6, а загадок 4. Поэтому и правильных карточек у вас только 4, а остальные 2 неправильные. Подойдите, пожалуйста, каждый к своей доске. Складываем. Раскладывать ничего не нужно, Герман. Подходим. Ребята, за каждый правильный ответ 2 фишки. Тому, кто справится быстрее соперника, еще одна дополнительная фишка. Слушай, этот доктор удалит. Мне легко аппендицит. Скальпель лучше его друг. Кто же доктор тот? Молча ищи. Как? Что это за доктор, который с легкостью удалит аппендицит? Так. Справился уже Герман. А Кристиночка решила ответить, не уточняя, какой же это доктор. Ведь вопрос был как раз таки в том, чтобы точно назвать, какого доктора. Ты просто врач. Это неверный ответ. А у Германа совершенно верный ответ. Это хирург. Поэтому правильный и быстрый ответ, Герман. Это 3 фишки, между прочим. Подвинь ближе коробочку. Я буду сама класть. Вот так. Спасибо. На место. И слушаем вторую загадку. Педиатра, ты не бойся, не волнуйся, успокойся. И, конечно же, не плачь. Это просто детский... Итак, Герман ответил правильно. Кристиночка тоже правильная. Но единственное, Кристине было легче, потому что карточка была уже на доске. Поэтому облегченный такой вариант ответа, Кристина. Я тебе дам не 2 фишки за правильный ответ, а 1. Хорошо? А 1 оставлю себе. А за скорость тоже никому не дам, потому что немножко непонятно было. У Кристины уже была на доске, Герман чуть позже. А мы слушаем следующую загадку. Чтобы не был хилым, вялым, не лежал под одеялом, не хворал и был в порядке, делай каждый день молча. Так, справилась, справилась правильно. И Герман справился, справился тоже правильно. Поэтому за правильный ответ по 2 фишки плюс Кристине одну фишку за скорость. Итак, ребята, последняя загадка. Слушаем. На прививки и уколы мамы деток водят в... Ну-ка, Кристина, покажи, что ты выбрала. Ребятки, вам что, прививки, уколы? Ну да, в школах, конечно, тоже делают. Ребята, хотя по рифме подходит больше ответ в школы, но правильный ответ в поликлинике и больницу. В школы это скорее исключение из правил. Подробнее об этом нам расскажет наш хороший знакомый, детский врач Артем Витальевич. Ребята, привет! Здравствуйте! Мы с вами уже успели познакомиться, и я очень рад нашей новой встрече. Сегодня я хочу поговорить с вами о реакции Монту. Все вы знаете эту прививку, которую в школе медсестра делает тоненькой иглой в руку, а затем спустя несколько дней меряет место укололинейкой. А знаете ли вы, что нельзя делать после того, как вам сделали прививку? Нельзя трогать это место и нельзя его мыть. По поводу того, что трогать нельзя тереть, да, это правильно. А по поводу того, что мыть, вот я не уверена. Давай послушаем доктора, что он нам скажет. На самом деле, за местом прививки не нужен особый уход. Однако, чтобы не усиливать красноту и воспаление, его рекомендуется не чесать и не тереть. Мочить Монту водой, вопреки распространенному заблуждению, можно. Если ручка намокла при купании, промокните место укола сухой мягкой тканью, но не заклеивайте пластырем. Мазать место прививки йодом или зеленкой тоже нельзя. Через несколько дней придет врач или медсестра и посмотрит на реакцию вашего организма на эту прививку. Хорошо, если покраснение на месте укола совсем маленькое и отсутствует пузырек. Такая реакция называется отрицательной. То есть, признаков заболевания нет. А на сегодня это все. Будьте здоровы, успехов вам, конечно же, удачи! Итак, ребята, последняя наша встреча с доктором состоялась. И сейчас, перед тем, перед оглашением результатов, перед определением победителя, нам еще нужно пройти одно испытание. Самое главное, оно будет самым сложным, потому что речь пойдет обо всем, что вы слышали на протяжении четырех игровых дней. Сейчас мы и проверим, насколько вы были внимательными. Скажите мне, пожалуйста, кто первый хочет начать? Так, сейчас определит у нас жребий. Кто начнет? Ну-ка. Герман начнет. Как мужчина начнет Герман. Итак, первый вопрос Герман. Что надо делать, если вас укусила оса или пчела? Нельзя выдавливать руками как-то мжало, потому что можно только идти, ну, сказать родителям, они тебе скажут, что делать, или сами сделают. Еще, Герман, что нужно делать? Ну, в редких случаях нужно руку положить в воду. Холодное нужно, холодный компресс нужно сделать, да? Например, холодную воду. Воду, воду. Или холодные кубики, да. А еще нужно много пить воды. Да, пить воды. И еще кусочек чего-то там. Сахара. Кусочек сахара, правильно. Мочить. Ну, и, конечно же, обязательно рассказать. Маме и папе. Взрослым. Правильно, Герман, верно. Итак, мы вместе с Германом общими усилиями вспомнили все, что нужно делать, поэтому, я думаю, можно вручить, ты все запомнишь. Одну. Одну, ты мне одну оставишь за помощь, да? Лучше одну мне. Я подтверждаю, да, ну, ответ все-таки вы мне помогали. Так что, ну. Какой ты честный мальчик, Герман. Ну, хорошо, как скажешь. Ну, оно, на самом деле, наверное, где-то так и было. Хорошо, Герман. Вопрос второй для тебя, Кристина. Что надо делать, если вы сильно ушиблись? Иди взрослому и говорите об этом. А если не помогаешь, что? Что делать взрослый, надо позвонить в скорую. А по какому номеру в скорую нужно звонить? 103. 103, правильно. А что еще самое главное, когда ушибли, на место ушиба, что нужно? Холод, жар. Как? Холод. Правильно, охлаждение. Охладить нужно место ушиба. И еще говорил доктор, повязку давящую, да, на место ушиба нужно? Еще что-нибудь будешь вспоминать? И обязательно. Нет, зеленка тут совсем не нужна. И место ушиба, если это рука и нога, нужно что сделать? Поднять. Разпознать вверх. Правильно. Ну что, Кристин, поделимся, наверное, с тобой, да, фишками? Тебе одну и мне одну. Как в случае с Германом тоже. Так, следующий вопрос, Герман, для тебя. Что такое лишай, чего он бывает и как его распознать? Лишай. Вот пришел ты на улицу и увидел котенка, захотелось погладить, потом чешется что-то, надо обязательно посмотреть, это лишай или нет. Распознать его можно так, как-то бежево-бледно-розовые пятна. Это значит лишай. Надо... Еще он может шелушиться. Да, шелушиться. Если у тебя лишай, надо сказать родителям, и они тебя отведут к врачу. Надо накаляться, чтобы быстрее выздороветь. Герман, как думаешь, на этом вопросе сколько ты фишек заработал? Две. Две, думаешь? Ну, раз ты, я смотрю, ты мальчик честный, много ты говоришь, поэтому я с тобой, пожалуй, соглашусь с две фишками. И, Кристина, последний вопрос для тебя. Сегодня мы говорили с вами, об этом узнали от доктора. Если вам сделали прививку манту, чего делать нельзя с местом укола? Нельзя это место чесать. Его не надо выдавить, что-то там зеленкой замазывать. Клеить туда пластырь. Правильно, Кристина, ты все назвала. Из того, что нельзя делать. Тереть, чесать, смазывать зеленкой и йодом. Умничка. Запомнила, что говорил доктор. Это очень важно. Две фишки твои. Все, конкурсов больше нет. Фишек больше никому не дам. Давайте посчитаем, сколько сегодня заработали. 11. 10. Кристина 10, а Герман 11. Сейчас я суммирую за все дни. У Кристины было 37 плюс 10, 47. У Германа было 41 плюс 11, 52 фишки. Что-то Кристина. С отрывом в 5 фишек. Победителем и главным специалистом по детской безопасности в нашей игре становится Герман. Браво, Герман. Но Кристиночка тоже у нас была большой умничкой. Много всего знала, запомнила, отвечала замечательно, отгадывала загадки на все мои вопросы. Я, ребята, вашей игрой очень довольна. И с удовольствием вручаю вам призы, которые вы заслужили. Это подарок для Кристиночки. Держи, поздравляю тебя. И, конечно же, Герману, нашему главному специалисту по детской безопасности. Держи. Ребят, но самое главное, это даже не эти подарки, а та информация, которая у вас в голове. Потому что о безопасности вы сейчас знаете намного больше, чем знали. И это главное. Вы сможете помочь и себе в разных жизненных ситуациях, и своим близким. Так что я вас поздравляю и желаю вам успехов. И, конечно же, жду встречи с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин